Создатель видеоканала Dutch Sins с помощью спутниковой системы Ghost with a Satellite обнаружил с начала декабря 2017 года выброс газа из Тихого океана западнее от побережья Калифорнии. Также он проанализировал земные толчки за 2017 год в районе Кальдеры Лонгвели и Разнома Сан-Андреас и зафиксировал их существенный рост. С апреля 2017 года увеличилась также активность в районе подводных вулканических каскадных гор, расположенных на хребте между Североамериканской плитой и плитой Хуана де Фука. Вулканические каскадные горы тянутся от канадской провинции Британская Колумбия до северной части штата Калифорнии в США и являются частью Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Подводные вулканы начали извергаться, появились несколько новых подводных кратеров. Японские ученые обнаружили, что в районе плиты Хуана де Фука 26 января 1700 года произошло землетрясение 8,9 по шкале Рихтера. Тогда образовавшаяся цунами стерла прибрежные поселки и частично достигла берегов Японии. В результате мощного толчка в районе плиты образовался огромный разлом длиной свыше 900 км и шириной 20 метров. Создатель видеоканала задается вопросом, могут ли быть связаны между собой следующие события. Массовое перемещение вертолетов и транспортной авиации накануне с востока на запад в сторону Калифорнии. Внезапно вспыхнувшие пожары и извержение подводных вулканов. Дорогие зрители, если вам известна какая-либо информация, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под видео. С учетом надвигающихся глобальных катаклизмов, необходимо самим людям начинать менять свое отношение к себе и к обществу здесь и сейчас. Ведь неизвестно, кем ты будешь завтра – беженцем или принимающей стороной. И каковы будут твои шансы на выживание в той или иной ситуации? В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять земли ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас. В этой связи крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных, искусственных разделений мирового общества. Когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Дорогие зрители, мы постоянно ищем новую, интересную и объективную информацию для видео на канале, а также подробно изучаем, что происходит на планете. Ваши лайки, комментарии под видео и репосты помогают распространять эти важные сведения многим людям. Вместе мы способны на многое. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех климатических событий в мире. Свои пожелания и рекомендации присылайте на почту info-sobaka-geocenter.info с пометкой для климат-контроля, а также подключайтесь к нашей команде.